Всем привет, мои дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала! За микрофоном, как обычно, я Антон, и я рад приветствовать вас на своем новом прохождении, которое будет посвящено легендарнейшей игре. Конечно же, речь идет о Сталкер Тень Чернобыля. Да, друзья, вы очень много просили, я все ломался, думал проходить или нет, но наконец-то, наконец-то я добрался и до самой первой части серии Сталкер. Кстати говоря, в этом году, в 2017 году Сталкеру исполняется 10 лет, друзья, 10 лет, вы только вдумайтесь, 10 лет назад вышла первая часть, которую я сегодня начну проходить. Поэтому я не знаю, что у вас сейчас стоит на столе, минеральная вода, чай, водка, Red Bull. Я вот предлагаю поднять прямо сейчас ваш сосуд, не знаю, в чем у вас это налито, и просто выпить за здоровье всех тех, кто принимал участие в разработке игры, и вообще за саму игру, которая просто подарила нам сотни, тысячи часов отлично проведенного времени. В общем-то, друзья, давайте будем начинать потихонечку, особо затягивать не будем. Итак, новая игра. Давайте на сложности Сталкер. Все-таки Тень Чернобыля значительно отличается и геймплейно, и механикой своей. Вообще очень много отличий между Тенью Чернобыля и Чистым Небом вместе с Зовом Припяти. Вот все-таки там значительно поправили и баллистику, и механику, то есть там была проведена большая работа. Но Тень Чернобыля была первой частью серии, поэтому мне придется сейчас к ней привыкать, потому что я очень давно играл. Если бы точно, наверное, году в 2010-м, может быть даже раньше. Короче, давайте начинать. Тень Чернобыля Тень Чернобыля Тень Чернобыля О, а этот живой. Счастливчик. Хотя, кто знает, что для тебя лучше. Пойдем посмотрим, что Сидорович за тебя отвалит. Что притащил? Тело с грузовика смерти. У него метка. Правило знаешь? Выбрось его. Так ведь он живой. Ты врешь. Не может быть! Пусть меня Зона сожрет, если вру. Давай его сюда. Давай его сюда. Короче, меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит есть за что. Друзья. Ну че стоишь? Подходи, я и гусаюсь. От вот этой катсцены, в начале, у меня до сих пор мурашки идут по коже. Выбирай, как мы с тобой поступим. Давай как с опытным. Есть дело, меченый. Надо найти сталкера по кличке Шустрый. Он нес мне важную информацию. Пропал он где-то в районе моста. Его надо найти и забрать информацию. Уж живого или мертвого, мне все равно. Сходи к Волку из местного лагеря. Расспроси его. Наверняка он знает, где тот может быть. В общем, принесешь мне флешку и будем считать, что частично за свое спасение ты расплатился. Ну окей. Ух ты, ящики открываются. Ну естественно, все пусто. Пока игра... Ну пролетришься, заходи. Ну давай. Пока игра не щедра нам на ништяки. Поэтому ничего такого у нас нету. Да, друзья. От катсцены в начале, от вот этого вот разговора, который я знаю наизусть. Просто мурашки идут по коже. Друзья, напоминаю, этой игре 10 лет. Вот такие катсцены, как была в начале с грузовиком смерти, я в современных играх не видел. Уже, наверное, лет 5. А в сталкере они уже тогда были. В общем, короче, побежали. Бинокль в руках. ПМ в кармане, шило в жопе. Побежали на задание. Привет, зачем пришел? Привет, мне нужен Шустрый. Не подскажешь, где его найти? Шустрым скверное дело приключилось. Тут неподалеку на его группы бандиты напали. И Шустрого увели с собой. Он только и успел, что сос, скинуть. Его напарники, похоже, накрылись. Ребята сообщили, что мандюки сейчас в старом АТП. Что за дорогой? Вы своих из плена не вызволяете? Не по-дружески как-то? Или слабо? Эх, врезать бы тебя. Да толку. Не все так просто. Людей у нас мало. Да и те сплошняком новички. Не могу я рисковать. Если мы этот лагерь потеряем, всем нормальным сталкерам худо придется. А ты сам-то что? Если не струсишь, от помощи не откажусь. Негордый. Так как поможешь с бандюками разобраться. Че, в одиночку, что ли? Да нет. Так ты фиг справишься. Разведчики мои, бойцы что надо. Сейчас они как раз тех уродов пасут. Вместе вы, в принципе, имеете неплохие шансы. Ну так что? Или все же слабо? Нет, не слабо. И ничего нет. Мужики, я к вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтете нужным, атакуйте. Прием. Хорошо, волк, присылай. Только пусть не мельтешит здесь. Конец связи. А вообще-то тут интересно. Здорово даже. В общем-то все. Задание приняли. Можем отправляться. Ну и за оружие у нас, естественно, ПМ. 48 патронов. Из одежды у нас обычная куртка новичка. Пока не с чем нам геройствовать-то. Особо. Опа-на. Аномалии, аномалии. Не стоит забывать, что в тенях Чернобыля еще не внедрили детекторы аномалий. То есть понять, что здесь аномалия можно только либо визуально, либо по треску счетчика Гейгера. Все. И артефакты, кстати, разбросаны просто так, россыпью. Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию. И тебя, Петруха, я тоже рад видеть. Сколько бандитов в лагере. Человек 7-8. Двое в районе ворот. Двое в правом здании у костра. Двое в здании слева. Там и Шустерова держат. По двору еще временами кто-то шляется. А так вроде все. Ну, начнем, помолясь. Начнем. Поднимай своих. Мужики, тут волк прислал нам подмогу. И приказ атаковать. Так что вперед. В общем-то, я буду в авангарде. Пойдемте влетать. Это, кстати говоря, обучение. Сталкерское. Сразу по ходу в бою научимся. Так, одного вроде убрал. А вот и еще один. Конечно, баллистика в игре лютейшая. От бедра можно сандалить. Только так. Так, уже троих сложили. Вот это неплохо. Так, ну-ка давайте мы подсейвимся немножко. На самом деле в игре... Вот я себя сейчас поймал на мысли... Что от бедра... Стрелять даже удобнее. Ух ты, еще одного я убрал. Обана. Ты че? Боец. В жопе огурец. Обана. И еще один. Вот он, шустрый. Боец, ты держись. Ты держись. Елки-палки. А патронов-то у меня совсем децл. О, братан, спасибо за аптечку. Сейчас, чувак, сейчас, подожди. Где еще говнюки? Сейчас, шустрый, подожди. Тут еще не всех... Уродов вынесли. О! А вот и последний. Ха-ха! Вот и последний... Карасауэльчик. Берем все, естественно. Сейчас нам не нужно тут строить из себя привередливую мадмуазель. Флешка у тебя есть? Флешку взяли. Отлично, спасибо. Где ты ее прятал? Мало ли, может пригодится. Не ниже пояса, не боись. Я давно на торговца работаю. Прятать инфу учен. Кстати, я бокам наплел про схрон с артефактами. Так они одного туда отправили. Схрон там действительно имеется. Только артефакт там всего один. Блин, если хочешь, дам тебе координаты. Ну, давай. Только не забудь, там зверья всякого много. И бандюк, который туда отправился, тоже не с совочком. Так что ты будь осторожен, мужик. Держи аптечку. Все. Я уж думал, блин, этот диалог вынудит меня тебя бросить. Без помощи. Было бы как-то некрасиво. Так, подбираем, подбираем, подбираем. Слушай, давайте возьмем. Обрез у нас теперь есть. Элитное оружие. Так. Пошмонаем мы. Пожмурам. Пошли вместе. Вот этих додиков у костра. Спокойно идут. Молодому скучно стало. Он и начинает подвижаться. Подбираем. Подбираем все на изгодные позиции. Конец связи. Все. Отлично. Отличненько. Оба-на. Аномалии. Слушайте, а где этот тайник? Ух ты. Вот это что ли? Прямо рядышком? Товар сталкера? Слушай, давайте сходим. Тем более, что нам по пути. А это что такое? А, вот это тайник шустрого, да? Но это далеко. Прямо почти в самом углу карты. Давайте вот за этим хотя бы сходим. Хотя бы сюда. Посмотрим, что там есть. Ой-ой-ой, я вспомнил. Я вспомнил, ребята. Нам же тут еще надо будет простить за выражение дрочиться с этими военными, как пройти. Так, что за трупешник? Все, берем. Давайте ящички мы повскрываем. Все-таки мы же играем в Тень Чернобыля. Ух ты, куртка. Мы играем в Тень Чернобыля. Здесь, в ящиках, обычно... Обычно что-нибудь есть. Это вам не ЗО в Припяти, где ящики и контейнеры так, чтобы были. Здесь... Еще... Бывают ништяки. Тогда еще разработчики не были так скупы на подарки для игроков. Я так понимаю, схрон на крыше. Нет, подожди. Ух ты, а курки чьи-то. Ну, видимо, здесь был наблюдатель какой-то. Палил контору. Ну, тогда... Здесь, что ли? Вообще, ну-ка, что... А, ну, здесь. Не-не-не, подожди. Это вам не ОГСМ. Здесь не пишут, где находится. Под самой крышей. А, слушайте, а сюда-то можно запрыгнуть вообще? Или нет? Можно. О, а вот и контейнерчик. Что? А, колючка. Колючечка. Ну, неплохо. А что она стоит, кстати? Касарь. Ну, с другой стороны, мы... Начинающий сталкер. Нам даже и тысяча. Это уже подарок судьбы. Все, топаем. Так, тут есть что-нибудь? Ну, естественно, ничего нету. Опа-на. Дичь. Но устраивать... Родео мы не будем. Потому что велик шанс, что... Добычей в итоге окажемся мы сами. Хотя... Вот тут какие-то ребята лежат. Твою мать, только не говорите, что это на меня летят. В зеленку, в зеленку. Что-то я подзабыл, что в игре, оказывается, еще и вертолеты есть. Да, надо быть аккуратнее в следующий раз. Ух ты. И здесь тоже тайник есть? Так, ну, возьмем в любом случае. Вряд ли это тайник. Тайник скорее. А-а-а-а. Ух ты. О, хавка. Здорово. Тайник скорее всего в доме. Вот в этом сгоревшем. А что здесь? Ну, естественно, ничего. На крыше, я так понимаю, да? Могу даже предположить, что в трубе. А нет. Здесь. О-о-о! Красота-то какая. Ляпота. Немножко паркура. И топим к Сидоровичу. Уникальнейший персонаж, конечно. Что притащил? Информацию. Флешка. Держи ее. Полтора косалька. Ого. Так. Что насчет торговли? Чувак. Бандитская куртка. Бандитская куртка. Угу. Так. Ну, давайте мы ее, наверное, продадим. От греха подальше. Водку тоже отдадим. Так. Подожди. Слушайте, как бы мне мой пистолет не продать? Как бы мне... Так. Ну, давайте один обрез отдадим. Колючку отдадим. Хоть она и радиацию снимает, но кровотечение добавляет. Что они есть, круто. Вот давай у тебя антирадов куплю. Что еще? Бинтиков давай куплю. И... 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 Ну, пожрать, в принципе, у нас есть. Вот давай. Во. Неплохо. Хорошо. Ну, будет еще? Заходи. Хорошо будет. Так. А какие у нас, собственно, задания? Давайте поговорим с ним. Может, что-нибудь есть? Меченый. Я тут поразмыслил на досуге. И хочу тебе кое-что предложить. Тебе, по большому счету, нужно искать своего стрелка. Так ведь? Так точно. В общем, по стрелку узнал кое-что. И есть такой сталкер. Говорят, дорогу на север зоны нашел. А места там не тронуты. Прям клондайк артефактов. Да. В общем, я помогу тебе его найти. Но, как ты сам понимаешь, не за просто так. Придется отрабатывать. Но в итоге будет нам обоим хорошо. Ты своего стрелка замочишь. А заодно, может, узнаешь, что с тобой стряслось. А я уз... Ну, в общем, свою выгоду от сотрудничества тоже поимею. Ну, что скажешь. Я согласен. Чтобы нам обоим было хорошо. Давай, продолжай. Когда слушай, мы с другими... Чего-то я не про то подумал. Хотим открыть путь на север-центру зоны. А ближе к центру кто-то или что-то мешает проходу. Понимаешь? Там есть место, где мозги закипают. Жуткое место. Хрен его знает, как твой стрелок там проскользнул. Но ближе к делу. Мне передали, что вояки в здании бывшего НИИ Агропром что-то нашли. Какие-то очень серьезные документы. Явно связанные с центром зоны. Так вот, их у вояк надо забрать. Понял, куда клоню? Ну, кажется, понял. Если добудешь документы, ко мне не тащи, неси их сразу бармену. Он заправляет делами в сталкерском баре Сторинген. Координаты я тебе скину. Все ясно. Ну, понял. Пойдешь на север через свалку. Потом повернешь на запад. И через пару километров выйдешь к Агропрому. И будь осторожнее. На свалке сильная радиация. Так что советую прикупить у меня антирада. Или водочки. Ну, удачи. Слушай, наверное, я тебе зря водку продал. Антирады-то дороже выйдут. Нафига ты эту дрянь тягаешь? Так, ну че. Тайник оставленный сталкером. И встретиться с провожатым. Ну че, давайте, наверное, будем выдвигаться. Потихоньку. С ПМом. На ней Агропром. Я считаю, расклад отличный. Так что... Прямо меня это устраивает. Особо не будем отвлекаться на сторонние задания. Я думаю, что сюжет... Проходить гораздо интереснее. Как мне кажется. Потому что сюжет абсолютно огненный. Я, кстати, заметил одно отличие. Вот прямо сейчас уже. Чем отличается сюжет Тени Чернобыля от сюжета Чистого Неба? На самом деле, в Чистом Небе... В чем фишка? В чем кайф? Там на каждой локации ты задерживаешься надолго. Ты изучаешь ее. Знакомишься с местными. Как-то... Прямо вот... Очень... Так, подробно изучаешь локацию. И только потом переходишь на следующую. И весь сюжет... Тебя история... Ну, точнее, правильно будет сказать. Разработчики протаскивают по всем локациям. Так, вижу. Собачки сидят. По всем локациям. Здесь же... В Тени Чернобыля... Здесь же просто... Мы так... Раз-раз... Все, и уже убежали с кордона. Раз-раз... И мертвый провожатый. Кушают нас. Кушают нас. В общем-то... Провожатый уже почил. Нам остается только... Опрокинуть в следующий раз рюмашку. И, наверное, отваливать. Потому что собак месить... Совсем не кайф. Вообще. Тем более, что там радиация. Нешутевая такая. В тоннеле. Да. А месить этих уродов. Слушайте. Я вот не помню. А есть где-нибудь разрывы на... Самих путях. Железнодорожных. Да не, походу. С этой стороны нету. Вообще нихрена. Вообще нихрена. Эти говнюки ко мне сразу настроены враждебно. Хотя я помню, что тут можно затереть... С их командиром. Но... У ребят-то... Калаши. Между прочим. А вот тут разрывчики есть, да? У ребят-то, между прочим, калаши. И поэтому я думаю, что звездяшечек... Они мне отвесят не шутейных таких. Ребят, начнете стрелять, да? И я отваливаю. Прям бегу. Хо! Вот и все. Я думал, сейчас погоня будет. Он клячут. Ему, видимо, худо пришлось. Просит о помощи. Он на хвосте каких-то тварей притащил. Говорит, что долго не продержится. Он, возможно, знает о стрелке, так что бегом к нему. Даю координаты. Я уже сам нашел его. Кто-нибудь! Дружище, держи аптечку. Торговец сказал, что у тебя есть информация о стрелке. Из чего это им в последнее время все заинтересовались. Ну, что сказать? Я его лично знал. Так совру... Сказать, что я его лично знал, так совру. Не было такого. Опыт общения, правда, кое-какой есть. Что ты мечешься? А, понял. Ох ты. Дружище. Ни хрена себе даблкил. А хвосты у вас есть? Надо же с вас хоть какую-нибудь... ...выгоду поиметь-то. Вообще пустые, слушайте. Вообще пустые. Как и я, собственно. Патронов Децл. Вообще. Вообще нету. Дружище. О, полтора косаря упало. Приятель, ты меня дважды уже выручил. Я таких вещей не забываю. Возьми вот. Уж чем богат. Ну. Дай бог здоровья. Ладно. В общем-то... Движим дальше. Продолжаем наш путь на... Не агропром, а точнее надо сейчас на свалку топать. Так, ну у нас тут тайник. Оставленный сталкером. В принципе-то он нам... Так, о. Вот этот мы лучше тайник заберем. Туда далеко идти. Да, я думаю, что это задание вовсе не обязательно. Тем более, что провожатый этот откинулся. Так, кто этот молодой человек? Это хороший молодой человек? Могу предположить, что да. Ребят... Ох ты. Да, ребят тут много. Грузовик смерти очередной у нас тут лежит. Некоторые сталкеры не захотят говорить, если вы будете так этим оружие в лицо. Может и подумать, я захочу говорить. С такими сталкерами. Радиация меня плющит! Меня плющит радиация. Давайте армейскую аптечку заточим. В ней есть небольшое количество антирада. Немножко выводит радиацию. И какой-то труп. Ну, труп не простой. А его тянут собаки. Труп пустой абсолютно. Да ты что, ты что, ты что, ты что, родной? Вот суки. Причем не кобелей, явно. Да ты смотри, какая за мной погоня. Так, патронов, естественно, нету на дробовик. Да ты смотри. Да, попробовал бы я с ПМ-ом влететь в чистом небе на собачек. С меня б, наверное, дико поржали. Сталкеры. Да и зрители, собственно. О, а вот эти псины. Хвостов мне насыпали. Опа-на. Опа-на. Ну, кто это? Военные, да? Ух ты, нет, подожди. Подожди, там бандиты месят наших. Наших месят бандосы. Ребята, ребята, я иду. Не откидывайся, не откидывайся, родной. Все. Нет, подожди, еще один. Я влетаю. Как могу, влетаю. Хорош. Так, у ребят тут МП-5 я видел. Да, не ссы ты. Вот. Гадючка. Любимая гадючка. Да, друзья, в игре еще называют автоматы, да и не только автоматы. Вообще, все оружие в игре названо несуществующими названиями, потому что у разработчиков были проблемы с авторским правом. Все-таки, например, компания Heckler & Koch может влететь на GSC Game World, мол, че это вы наши стволы используете, а лицензию не купили на использование названия. Поэтому у нас, например, МП-5 называется Гадюка. Например, Энфилд называется Илл. 86. Вот такие вот дела. Ну, я думаю, вы в курсе. Немножко покосплеим Чикатилу. Так. Давайте этот хлам, наверное, выкинем. Разрядим и выбросим. Все равно его скинуть некому. И давайте, ребят, наверное, на этом закончим. И продолжим уже в следующей серии. Подожди секунду. Перейдем мы туда уже на свалку, я имею в виду, в следующей серии. Всем большое спасибо за просмотр, друзья. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, читайте в Твиттере. Всем удачи, друзья. Всем пока. Пока.